Фестиваль по счёту 19-й. Впервые за всю историю он проводится не в столице государства. Центром встречи молодёжи из 130 стран мира станет именно город Сочи. С 14 по 22 октября на курорт прибудут более 20 тысяч участников. Это в разы больше, чем во время Олимпиады и хоровых игр. Нам очень почётно, но и очень ответственно, потому что снова сочинцам предстоит представлять Россию. И мы, конечно, должны вспомнить свои самые лучшие качества гостеприимства. Это очень важное событие, и у нас ещё есть время к нему готовиться. И я уверен, что сочинцы не подведут. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это не только спортивные и культурные мероприятия, но и знакомство тысяч иностранных туристов с Олимпийской столицей. Поэтому к событию мирового масштаба готовится не только Национальный подготовительный совет, но и сам город. Достойно выглядеть должны все улицы и дворы курорта. Работа по усовершенствованию городской среды ведётся постоянно и будет только усиливаться. У сочинцев есть прекрасный опыт волонтёрского движения, у сочинцев есть прекрасный опыт молодёжного движения, которые просто помогают на каждом этапе. Это переводчики, это люди, которые занимаются в сфере обслуживания. Все наши наработки Олимпийских игр, они, конечно, все будут востребованы таким большим, замечательным событием. По словам председателя Национального подготовительного совета Григория Петушкова, предстоящий фестиваль – это не только карнавал и молодёжная тусовка, но и события, призванные объединить прогрессивную молодёжь всего мира, продвинуть идеи международного сотрудничества, стать объединяющим фактором для стран СНГ. Ну а один из дней фестиваля будет полностью посвящён сочинцам. В свою очередь, горожане могут уже сейчас предлагать свои идеи фестивального наследия. Это может быть новый сквер, арт-объект или любой творческий проект. В городе пройдёт специальное голосование. Ну а оргкомитеты, рабочие группы уже приступили к ежедневной детальной работе. От самих же горожан требуется лишь доброжелательность гостям.